Субтитры делал DimaTorzok Еще одну конечность. В результате оказалось довольно странно. Это реально был баг и конечность появилась на том самом месте, в левом нижнем углу, где до этого была другая конечность. Поэтому я как-то не думал, что там что-то может быть. Из одного колодца мы в результате бага получили сразу две конечности. Я тут по 10 раз все обижал за кадром. И теперь давайте... Давайте вставлять что ли? Это последняя конечность? Интересно, что нам это даст? Я думаю, таким образом мы отсюда выберемся. За нами по пятам бегает Уолтер Салливан. И как вы помните, в последней серии мы его убили. Но после этого он сразу же... Офигеть, ненавижу манекенов. Он после этого сразу же появился на новой локации и начал снова по нам стрелять. Интересно, что символизирует крест на этом манекене? Просто такая яркая деталь. И очевидно, что в этой игре ничего просто так не бывает. Может мне к нему подойти сначала? Как думаете, лишним не будет? Кукла упала с кресла каталки. Я полагаю, там больше нет ничего интересного. Олень что-то не очень хорошо, как видите. Но при этом она пока не испускает еще последнее дыхание. Поэтому пусть так и будет. Потом используем у нее свечки. Свечки здесь натуральный дефицит. Там ступеньки. Они ведут низ. Не спуститься? Конечно. Очередной. Очередной спуск вниз. Так, я, пожалуй, возьму топор. Мне с ним гораздо спокойнее. Здесь книга. Похожа на что-то типа Библии. Пришествие Святой Матери. 21 Таинство. Или 21 Таинство. Первый знак. И Бог сказал. Времена изобилия очисти мир моей яростью. Собери белое масло, черную чашу и кровь десяти грешников. Приготовься к ритуалу святого успения. Так. Может быть, нам это все нужно запомнить? Ну, я, в принципе, запомнил. Белое масло, черная чаша, кровь десяти грешников. Второй знак. И Бог сказал. Преподнеси кровь десяти грешников и белое масло. Будь потом освобожден от такого плоти и получи силу небес. Из темноты и пустоты произведи мрак. И надели себя отчаянием дающего мудрость. Третий знак. И Бог сказал. Вернись к источнику через соблазн греха. Под свитящим глазом демона, влуждая в одиночку в бесформенном хаосе. Только тогда четыре искупления будут равновешены. Последний знак. И Бог сказал. Отдели от плоти ее, которая мать перерождения. И его, кто есть получатель мудрости. Если это будет сделано через двадцать одно таинство, мать будет перерождена и нация греха получит спасение. Вы знаете, это все настолько напоминает историю первого Сайлент Хилла и третьего. Что совершенно неудивительно, потому что это Сайлент Хилл все-таки. Видна черта, а не какой-то большой бутылки. Но, видимо, нам она не сильно нужна. Так, ну и что тут все? Такое ощущение, знаете, это место больше всего напоминает ту самую церковь из Сайлент Хилла 3, по которой мы бегали в конце. Хотя, скорее всего, мне просто кажется закрыто. Здесь какая-то круглая впадина. А, вот, диаметром около двадцати пяти сантиметров. Отлично. Вот и пригодился медальон, да? Очередной спиральный проход вниз. Третий уже на нашей памяти, да? Я чуть не помню, помнишь? По-моему, третий. Барашка. И все больше и больше пугает это место. Если раньше здесь было просто темно. А то теперь здесь еще и туманы темно. Ах, эти кровавые следы. Знаете, я домой уже просто боюсь возвращаться. Вот реально. В последний раз, когда я туда ходил, у меня в холодильнике лежали чьи-то почки. Спокойно. И эти кишки мяукали. Это было настолько страшно. Может, не надо. Может, в этот раз у нас все хорошо. Так, на стене вроде ничего нету. Это уже радует. Что, в принципе, понятно. Потому что, блин, ну, елки-палки. Ух ты. Ого. Что-то новое. Здесь у нас было что-то другое, по-моему, нет? Ладно, давай в окошко посмотрим. Кролик по-прежнему летает. И по-прежнему всем плевать на нас. Никто не вызывает полицию, не пытается как-то пробиться к нам. Это печально. А я могу 911 позвонить? Я не помню. По-моему, я пробовал в самой первой серии, но у меня ничего не получилось. Здесь только многозначные номера набираются. Ну да. В красном дневнике сказано «под моей кроватью». Ну, под моей кроватью я уже подобрал, поэтому зачем в красном дневнике об этом говорится? Что ты его знает? Ой, камера, не сходи с ума. Так, окей, там вроде тоже ничего нового, да? Хорошо, пойдем. Будем надеяться. Так, у нас свечка-то есть? Нет. Вроде как. Все спокойно. Вокруг умывальника. Так, все в порядке, хорошо. Я уже с такой опаской захожу к себе домой. Так, подожди. Что это такое? А, это на холодильнике-то было, да? Ну, слава богу. Больше там ничего не мяукает. Не люблю, когда в холодильнике что-то шевелится и мяукает. Чество. Вообще, в квартире достаточно чисто и, я думаю, может быть, на самом деле все идет к лучшему. Я накаркал. С чем у нас проблемы сейчас? Понятно. Так, мы сохраняем. Нет, смотри. Это у нас, похоже, проблема-то. Не с радио. Потому что с этой стороны меня тоже кошмарит потихоньку. Может, это имеется в виду, что у нас что-нибудь со столиком? Это нет. Так, непонятно. То ли радио, то ли еще что. Вы знаете, пока, я думаю, пусть остается. Потому что все равно нифига не понятно, что это такое. Чуть позже будет проявляться, я думаю. Здравствуй, старый друг. Будут какие-то более явные проявления этого. Хотя, если в один прекрасный момент исчезнет возможность сохраняться, то я просто съем перед ЗАГСом свою паспорт. Потому что это реально будут плохие новости. Давайте попробуем. Подожди, у нас сколько там свечек? Не знаю, зачем я это сказал. Так, здесь все по-прежнему. Я даже не помню, что откуда. Но вот это вот мне радует, что у меня еще такая штука есть. Такая и свечка. Вот этим я вообще не пользуюсь, потому что пока что нужды в этом не вижу. Ну, приколочу я кого-то к полу. Мне проще убежать от него. Так, и знаете, я думаю, факел теперь можно убрать. Потому что мы выбрались из того мира. И поджигать нам больше ничего не понадобится. Так, короче говоря, все нормально у нас. Давайте двигаться дальше. Да, вот эти вот полунамеки про то, что жертв на самом деле 21. Здесь одна. Здесь. Вон сколько отпечатков. Кто же следующая жертва? Есть над чем подумать, да? Хорошо, без обновлений. Голинка, Лёсик, прекрати. Ладно, пойдем. Страшно там Алину в одиночку оставлять. Представляете? Просто находишься в этом непонятном месте. И внезапно единственный человек, который... Тихо, что ты так шлепаешь. Единственный человек, который тебя может защитить, уползает в стену. Неторопливо так. Ты такая с отвисшей челюстью. Голинка. Как так? Что же я дальше... Тихо. Вы знаете, у него что-то... Я сначала подумал, что это как маска. У пирамиды голового. Но похоже, это что-то на передней части улица, типа клюва. Ладно, мне эта дверь совсем не нравится. Алина, пойдем. Так, хорошо. И где это мы оказались? Так. Вы знаете, я практически уверен, что и в этом мире Уолтер Сареван будет преследовать нас. Эм, что? Офигеть. У меня первая ассоциация, конечно, Halo 10. Там был такой орбитальный лифт. Было круто. Но здесь, конечно, это все более жутковато. Ну да, я угадал. Это, в принципе, было очевидно, что раз идет плеск воды, то мы попадаем либо сюда, либо в больницу. Более очевидно, что сюда. Так, а где здесь выход? А вон двери вроде, да? Хорошо. Что мы теперь тут делаем? Сходить домой? Дома наверняка что-то изменилось. Постоянка попадаешь в какой-то новый мир. Что-нибудь да происходит. Но я думаю, мы только что там были, поэтому смысла особого в этом нет. Сейчас пробежим, посмотрим, может, тут лежат где-нибудь свечи. Но нет. Ой-ой-ой. Падай. Его бесполезно убивать, но это просто очень приятно. Пинай. И вот, казалось бы, да, ушат он просто в нуля. Но при этом стоит нам выйти за дверь, и он опять начнет за нами гоняться. Больше всего меня беспокоит его пистолет. Почему бы его просто не отобрать? Так, это уже не работает. Аккуратно один. Чего? Блин, у меня свечки нет. Ничего, переживешь, я думаю. Так, хорошо, тут я не смогу с ней, да? Мне так кажется. Да? Хотя она сама прибежит сейчас. Вон, бежит. Надеюсь, ее не убьют по дороге. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. По-хорошему, ее бы тут оставить. Тут она вроде как в сравнительной безопасности. Но нет, ни за что. К нам уже летят гости. Я их, пожалуй, прямо сейчас перебью. Это она их заболамутила? Ладно, пойдем. Это так дымно и дымно здесь. Тихо. Айлин, отойди, пожалуйста. Он же тебя сейчас долбанет. Встанет. Все, ломай. Топор просто вообще универсальный. Наверняка где-то здесь есть еще одна такая же. Кстати говоря, пока что это мой любимый мир. Несмотря ни на что. Он очень интересный. У него атмосфера такая мистерская. Ой-ой-ой. Вот это плохо. Пятим. Алин. Алин, ну. Кто Алин? Ты посмотри на нее. Ну вот как с ней вообще возможно играть? Ооо. Это просто какой-то фарс. Вставай. Не встает. Так, вроде все почистили. Вот отсюда мы пришли. Ладно, давай все исследовать в порядке. Тихо. Да блин. Ох, причем. Ну, прицеливание. Зачем ты так? Это несправедливо. Просто. И все равно, если меня спросят, какая локация самая-самая. Вот эта вот локация, она реально очень крутая. Прям мистер, повторюсь. Это дневник. Так, у меня проблема. Я стоял прямо около наблюдательной комнаты и вопил так громко, как только мог. Но никто не вышел. А там в это время кто-то постоянно ходит, напомню. Так, подожди. Как я могу не увидеть это? Ну, я могу. Где-то запросто. Больше ничего нет? Дыра, которая ведет вроде как на сквозную прямо вниз. Я думаю, сейчас мы пройдем полностью по этому этажу, а потом прыгнем на нее. Там три раза, по-моему, прыгнуть надо было. Офигеть. Айлин, не надо. Все, уходи к чертовой матери отсюда. Вы знаете, она отыграется, просто ее убьют, а я буду стоять и смотреть, хлопать глазами. Как вот, как ее защитишь, если она просто прет на рожон? С другой стороны, с ней не так одиноко. Что есть, то есть. Так, свеча. Меня радует, что здесь за нами Уолтер, они гоняются прямо везде. Теперь я притворюсь спящим. А? Откуда эти шаги? Интересно, видели ли они меня? Так, хорошо. У нас есть свеча, и это, по-моему, очень круто. Потому что, когда ее начнут открыть опять, свечу применим. Подожди, или эта дыра? Вот эта дыра идет насквозь. Если так подумать. Да, вот, вот, да, кухня, напомню, прямо идет. И снизу, оттуда уже начнем исследовать все дальше, потому что, я думаю, как будет интересно всего. А тут что? А здесь просто, по-моему, на второй этаж кидает. Так, и все, конечно, да? Нет, и все. Ух ты. Что это? Мы тут не были, что ли? Или тут что-то изменилось капитально так? Но самое главное, что я прочитать ничего не могу. А или мне хочет. Ну, как-то так, в общем. Подожди, на стене. Ну, это было, по-моему. Я мальчик-гений. Я разгадал загадку наблюдательной комнаты. Это свет и вода. Еще призраки. Много-много призраков. Вы знаете, кстати говоря, в этом мире у нас погиб, как я помню, наш пухленький дружок. Поэтому, вполне возможно, мы его тут встретим в качестве призрака. Здесь лежат одежда. Здесь лежат патроны. Отлично. Так, ну что, Алина, лечить будем? Я считаю, что рановато. Так, ну вот и все. Эту дверь мы уже проверяли. Давайте вот сейчас. Раз. Два. Три. Вот это, по-моему, наша. Пока не понимаю, что мы тут делаем, но я думаю, скоро на это свет прольется. Плетели. А Алина не прыгнет, я думаю. Это хорошо. Пусть остается там. Или, может, плохо. Я думаю, это будет нормально. Что с ней случится-то в этой комнате? По крайней мере, я буду спокоен. Так, и последний прыжок. Где-то там у нас закончилось во время прошлого визита. Так, хорошо. Ну да, мы приступим. Пакость. Да блин. Автоприцеливание, ты вообще меня не щадишь. Да. Готово. Осталось понять, зачем я сюда пришел. Мне просто чуйка подсказывает, что снизу все самое интересное. Так, китчен. С китчена мы можем пойти в комнату смерти, которая у по-моему, слева, то есть юго-восток, юго-запад, нет, северо-запад, либо юго-восток. Пойдем сюда. Жуткое место. Пупец просто. Это рубашка. На ней что-то написано воском. Взять? Да. Убашка заключенного. Что-то написано на ней воском. Может быть, если я намочу ее в какой-нибудь цветной жидкости. Хм. Цветная жидкость. Где-то я такое тут видел, нет? Так, ну хорошо. Я уже чувствую, что это было все не зря. Это Поросон. Надо кругом. Всего хорошего. До свидания. Но, повторюсь, как я говорил и в прошлый раз, вот эта локация, она наименее хоррорная. В ней совершенно не страшно, в ней просто интересно. Что? Что-то увидел там. А, он спрятан, типа. Так, там ключ лежит. А, это ложка. Хорошо. И у нас получается 8 слотов. Нет, 9 слотов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Понятно. Скоро у нас перестанет все лезть. Ну, прямо сейчас. Поэтому мне нужна дыра. Все тут? Все тут? По тому подъему, по лестнице, мы как раз попадем в дыре. Я просто хочу посмотреть, есть ли тут что-нибудь, чтобы потом сходить. В такие моменты реально какой-нибудь коктейль молотого охота, чтобы выжить все просто, чувак, матери. Отлично. Отлично. Там наблюдатель не кронится, никто не помнит, у нас было, у нас. Это у нас, по-моему, до яички не было. Так, давайте сразу посмотрим, может, что есть. Но я не думаю, что тут что-то прям такое хорошее, новое. Где-то здесь мы, по-моему, пролетали вниз. Нет. Вот нюдь. Короче, судя по всему, без изменений, по сути-то. Да блин. А, это было, было. Наконец-то я могу посмотреть на этих тварей в упор. Это, по-моему, жутковато, потому что что-то есть в этом такое от головы человека. Пакость. Ненавижу. Та самая дыречка, которая отвела нас вниз. Так, понятно, я думаю, нам и в этот раз придется покрутить. Хотя, честно говоря, сомневаюсь. Каждое уж окошко я осматривать не буду. Все равно там посетим, я думаю. Это что? Ладно, запомним. Здесь у нас, в общем, есть вот такая плетка. А, это полицейская дубинка. Хорошо, сейчас мы за ней вернемся. Сначала нам нужно подняться по той винтовой лестнице. В одиночку это будет очень легко. Вдвоем, не очень. Так, а может мне сразу в душевую зайти? Да, тут что-то и есть. Короче, сюда нужно с пустым инвентарем приходить, там патроны еще лежат. Я надеюсь, когда второй раз сюда приду, вы не появитесь по новой. Потому что это будет не круто. Не могу взять. Окей. Так, тихо, это что? А, это, фу, блин, я испугался. Смотри, тут еще сколько рулитов лежит. Это же просто круто, по-моему. Ну, что теперь нас ждет в квартире? Покажите. Я уже ничему не удивлюсь. Какое-то чавканье я слышал, что ли. Мне кажется уже. Здесь все вроде окешно. Да? Да. Так, окей. Все тихо. Что-то. Ладно. Что же там накрывается такой силой? Вот что мне интересно. Вроде бы окна, но окна, когда им становится плохо, они прыгают, начинают вот так вот. Так, ну я считаю, что нужно попробовать все-таки. Куда там можно поставить? Вот на этот столик. Может быть, это непонятное что-то в итоге уйдет. Вот. Посмотрим. Пусть пока изгоняется, а мы почитаем. Тут у нас что-то, похоже, новое есть. Плачок красной бумаги. Я собираюсь подвести итоги всего того, что мне удалось узнать об Уолтере Салливане на данный момент. Он был рожден прямо здесь, в квартире 302, в Саус, Эшвилд-Хайтс. Его родители бросили его вскоре после этого и куда-то исчезли, оставив ребенка одного. Он был найден и отправлен в госпиталь святого Джерома. Он был усыновлен домом желаний, сиротским приютом в лесу возле Саллин-Хилла, которым управлял секретный религиозный культ Саллин-Хилла. Когда ему было шесть лет, кто-то из этого культа показал ему то место, где он родился. Судя по всему, это было далее. Если так те дневники повспоминать, да? С тех пор он начал верить в то, что квартира 302, другими словами, это комната, и была его матерью. Каждую неделю он добирался из приюта до Саус, Эшвилд-Хайтс. Довольно большое путешествие для ребенка его возраста. Иногда он ехал на метро, иногда на автобусе. Я устал. Моя головная боль становится все неуносимей. Остальное я напишу завтра. 28 июля. Это тот момент, когда ему стало уже не очень хорошо. Тяжело. Как-то наш друг поживает. Пойдем посмотрим. Здравствуй. Как дела? Все так же. Нет, в начале игры было интереснее, когда постоянно что-то происходило в этой комнате. Но, да нет, а суда нет. Так, ну что? Попустила? Отлично. Понятно. Осталось проверить кладовку. В принципе, наверное, сегодня будем заканчивать. А в следующей серии пойдем. Я так чувствую, нам там много всего надо будет набрать. Да, тут все нормально. Но пока что это все, по-моему, было круто. Я не знаю, я реально рад, что я вернулся в этот мир. Почему-то он мне запомнился больше всего. Хотя апартаменты тоже были крутые, но там было страшно. А тут просто приятно находиться. Не знаю, это, наверное, покажется странным. Но для меня вот этот вот водный мир, водная тюрьма, это какое-то настоящее такое умиротворение. Сложно, трудно объяснить. Но, тем не менее, мне нравится это место. И я бы хотел, чтобы там подольше остались. Это, наверное, глупо. Как бы там ни было, дайте все понравилось. Увидимся, дорогие мои. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.